Я познакомился, встретился с Патроновым. И то, что я читал Патронова, у меня, как сейчас говорят, СТС-мозг. То есть я увидел, как можно оперировать русский язык. На какой степени это привлекательный и новатостный процесс работы с языком. И для меня, Патронов, с тех пор, непререкаемая величина, безусловная высота. Я думаю, что первое, когда Патронов станет популярным, ну, вроде стильная фига, конечно, не будет никогда. Но то, что он навсегда останется в русской литературе, это абсолютно безусловно. И я, конечно, немножко завидую Воронежу, что вас стоит Патронова. Здорово было бы, если бы, например, в Теренбурге, где прошла моя новость, тоже столь же внимательная связь Патронова. Все равно в конце 80-х, в начале 90-х его оценили в первую очередь по помещению несчастливой судьбе. Вот, и по его некой там, там, эскемальности, что ли, потому что он был запрещен, а не как новатора русского языка. А в смысле этого Патронова как новатора пришло немножко позже. Вот, а по поводу географ и театров, это, знаете, это, не хочется говорить это слово, но я вам скажу, что безмозные журналисты, которые не проверяют информацию, было сказано, что эта пьеса продана в 5-10 театров. Потому что музыканты заказал 70.